Хорошие ножи, которые помогают нам в работе, найденные на помойке, вот, заточенные, как у мясника на базаре. Короче, раньше заточка ножей у меня производилась так, что я брал болгарку, ну, можно, конечно, не такую модную, но, короче, просто болгарку. Брал вот такой вот диск, причем можно его более запиленный брать, то есть не новый, главное, чтобы он... Потому что, когда он запиленный, у него уже зернистость, ну, не то, что зернистость не та, ну, короче, не так весело все снимает. Ставил это на болгарку, ну, и, в общем, вот так вот я затачивал ножи. В принципе, ну, как бы, вот, как бы, результат, вот, ну, он уже давно у меня, не знаю, сколько раз я его затачивал, в общем, много раз я его затачивал. Ножи все ровные, как вы видите, то есть все нормально. И с недавних пор у меня появилась возможность токарнуть ножи, как бы, более по-людски. Ну, вот этим ножам, например, абсолютно пофиг. Вот это, кстати, тоже я пытался болгаркой точить, но у меня получилось, как бы, плохо. А вот этим вот можно нож заточить даже так, чтобы он, в принципе, был не только острый, но еще и лихая была ровная, чтобы оно не выпиливалось мгновенно. На нем, кстати, это абразив самый маленький, ну, и тут на нем в комплекте еще такие абразивы. То, что, как бы, мне нравится. Мне нравится здесь есть плоскость, на которую можно четко приложить ножик и выдерживать тот угол, который здесь есть. В данном упадке выше 25 градусов. Але сложность заключается в том, что надо равномерно проводить лезвие ножа по абразивному материалу, для того, чтобы кромочка была ровненькая. Желательно, чтобы ножик был, мабуть, не таким же доводенный. Какой? Смотри, вот у меня вот такой. Вот такой пойдет нож? Такой пойдет? Ну, мабуть, це трошки не... Не, не, не... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блин, с этих всех ножей, в принципе, я бы засунул эту тачилочку вот эту тачилочку. Вот, алею тоже життя трошки... Он чуть-чуть кривой, но мне страшно. Вот, он кривой. Но, если немножко подрихтовать, кромочку можно вывести, тот угол и широковатость поверхности. А ну, посмотрите, какие там абразивные ленты есть. Абразив. Что у нас? Так, на самом деле, да, абразив есть у нас разный. Это у нас где-то... Типа грубый, чтобы за... Блин, а цифры не пишут, да. Похож на где-то 160 или 180 зерно. И доходит, вот это... Ну, типа два самых крупных, два средних. И доходит у нас где-то зерно 2000-кого. Это уже даже назвать полировку. Это уже окончательная работа. Так чем пилить нож? Вот это зеленое, сначала грубое его... Если мы работать будем вот с этим, конечно, надо будет взять грубую, вывести форму. Для того, чтобы была форма лезвия ревнесенька. Тут можно вот так подводить 20-25 градусов. Не знаю, чем можно вывести вот эту кромочку. Вот эту было кромочку выводить. А потом уже само острие. Наверное, что можно, тут он переключается. Типа... Сейчас. Это типа... Вот это типа... Апп, это 20 градусов, это 25. Можно у нас обработать здесь, когда она будет, наждачка, работать так. И наоборот. Вот. Можно с этой стороны работать. Можно инструкцию попробовать почитать для разнообразия. Нет, вот просто я вижу вот этот кронштейн, и я явно что-то он означает. Ну, ножом по нему там лицо. Тут мало того, что у нас есть упор площади раз, потом упор у нас с этой стороны два. Вот он, вот он. Да, и с этой стороны упор три, для того, чтобы мы могли плавно проводить. Блин, мне хочется уже включить, посмотреть, как оно работает. Давай включим, да посмотрим. Плава не будем, пока никого не мая. Давай, слушай, давай, может, сначала проверим на каком-то ноже, который более правильный, как он-нибудь вот такого вот ножа. Вот он и ровный, и не из ножа. Не-не-не-не. Не? Это есть наждак, там есть нормальный гриндер, и могу для этих ножек идти именно вен. Когда ты пользуешься рычагом... Тут просто его нажимаешь и типа снимаешь. Просто нажимаешь и снимаешь. Тут у нас тоже тоненький абразив, это идти трофи пизднейше. Сейчас возьмем грубо, потому что ножичек уже давно не бачил. Короче, правильно ли я понимаю? То есть ты хочешь сразу поточить нормальным инструментом нормальный нож? Да, нормальный ножик. Почему нормальный ножик? Потому что вот это, вот это типа я принес так, это чисто... Ага, закусил. Давай, давай. Сейчас, закусил. Так, что мы будем тучить? Тучить будем старенький ножик, але дуже чудовий. Ух ты. Бачим, спайдерка, Madden Japan. Да, смотри. Вот пишет старенький Japan. Наша японская сталь, все, как мы любим. Треба заточить, кромочку тут уже... Не бачила заточки уже дуже давно и сейчас побачим, что все выйдет. Так это так и должно быть такая пилка или это... Это акуля заточка, она нам не нужна. Нам треба заточить вот эту кромочку. Ага, то есть такой типа гибридный нож, я понял. Окей. И там типа скорость... Ну, так это больше не... Так, но этот ножик очень тяжело витянуть кромочку. Но угол витримуется. Но за счет у нас акуля заточки, получается, нема полного упора. Но еще страшно. Но этого было достаточно, чтобы... Берем все. Ну а так ты все уже типа все? Да, я не буду. Тут, конечно, трохи и провальчик, но я его ревнять не буду. Угу. Ну окей. Так, а ну шикарночка. Я думаю, что все отработало. Так, а ну еще раз давай. Ага. А, я цепляю акулу. Ну смотри, затачивает. Ну, например... Возьмите жесткий материал, черкни и проверь еще раз бумагу. Так это уже качество этого ножа будет ревняться. Нет, это же вы можете за усинцами резать. А, ты хочешь, чтобы я все изгробал металлические? Нет, просто что-то жесткое резани, чтобы за усинцами убрать. Это еще можно фиолетовое еще догнать. Это будет вообще супер. Будет того. Ну давай, ну типа, ну этот... Мне показали, что он бумагу не везет. А то мало ли... Укусили, как обычно. Ну давай, пильни бумагу попробуем. Ух ты! Блин, он таким острым не был даже после болгарки у меня. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Блин, я завтра принесу все свои ножи тут чей-ть. Короче, мы попробуем лазерман мой подточить. Потому что его жизнь слегка... Ну, как бы я им гвозди не рубал. Но я как бы колбаску нарезал, а он чуть-чуть... А можно? А что если его точить ту часть вот так, а нос с той стороны, чтобы в тебя не проваливало стоить? Сейчас наш гуру заточит. Это какой-то угол, 25 там будет стоить или что-то? Это мега кринжово проверять пальцем в перчатке заточность лезвия. Ну там где он забитый, там надо много снимать, чтобы он заточился. Человек, который работает и специализируется на шиномонтаже и аргонодуговой сварке, внезапно специализируется на заточке ножей. Вот это было. Класс. Ну что, что-то вывел? Мне это начинает нравиться. О, ничего себе, смотри, погрызлость. Жизнегрызость у него стала меньше. О, слушай, такое впечатление, что он прям это, как будто бы нарастился, знаешь, там вот с присадки заливаешь, в дверь у тебя кольца наращиваются, вот нож так нарастился. Не, обычно наваривают. Да умники скажут, что требовало спочатку 20 градусов, а потом кромочку 25, но мы так не баловались. О, блин, как новый, он у меня так новый иногда подрезал. Все, можно колбаску нарезать дальше колбаску. Нарезать дальше. Окей. Слушай, ну спасибо, что я забрал. Ну, кромочка вышла. Вот, скажем, да, тут на этом ножку за счет этой заточки кромку нельзя вытащить ревну, потому что... А ну, положи их рядом один с другим, вот, чтобы можно было. А тут вся кромочка вышла вообще и занялось буквально, ну, сколько, три хвилины? Угу. Ну, четыре, если меньше. Ну, вообще, половины-две есть меньше балаковых. Кстати, если кому интересно, ссылка на эту штуку в описании. На всякий случай. Ну, так знаю. абота. Пока-пока-пока. По-пока-пока. Вpin Kens maker. Продолжение следует...